Всем здравствуйте, Ирина Гачихин, добрый вечер Так, Олег Мезинов, начало вебинара пропустил, может и мои фото Хасанца и Минусинского, а может и Алексей Иванович Я на его фоне Мальчишко, Николай Мальчишко Вот, моя бы воля, у меня на один день президент, на один час, я быстренько, быстренько Так, Олега Мезинова, дальнобойщик, быстренько директором этого института Брянского, вот И так далее, Даня, вебинар окончен, а как он окончен? Если меня слышали, значит не окончен Так, Сергей, он на Та, Волга, Амур Сложные, трудные работы в саду, осенью траву, братья же Чего, чего, чего Это вы в Сироне или в серьезном? Сергей, видимо, вы новичок в нашей компании Давайте так, или вы серьезно, или вы, в самом деле, хотите, чтобы мы всю эту долю делали Извините, а то обидитесь Это, вы сами написали Сложные, трудные работы в саду Траву убрать, сжечь Так, сейчас вас сожгли Штраф, получили 50 тысяч Перекопать в радиусе двух метров Ё-моё, два метра в радиусе Это, как минимум, четыре квадрата Четыре куба Четыре квадрата Так Нет, два метра от дерева В радиус Это диаметр Два, два, четыре Это, как, шестнадцать квадрат Почишь Ну, больше десяти квадратных метров перекопать, но осенью Обрезку сделать всех веток, минимум, на пятьдесят Вы на Рассироне это пишите Обрезку сделать, минимум, на пятьдесят сто сантиметров возраста более трех лет Это, что, все ветки Всех веток Удобрить наводом Гоняешь, оставшиеся, плюс, муравьями, радикулит и злость А, молодец На самом деле, все это шутка Ой Шутка, хотите меня до инфаркта довести Выходишь в сад, осматриваешь деревья В любой счастье, чистой красотой Делаешь фото, дышишь, свежий воздух Вот они все, правильные Сергей Жаль, что у мужчины Я бы вас расцеловал Если бы вы были женщины Ну, не повезло Нормальная ориентация Спасибо за поддержку Огромное спасибо вам за поддержку Почему массово нет в магазинах плодов гибридных растений Нет межвидов гибридов по методу Митюрин Откуда они возьмутся-то Это вопрос очень сложный Смотрите У меня в этом году было Большое урожай абрикосов Да Вот, причем Там, где я ждал Что-нибудь вот такие Они совсем другие То есть В очередной раз Произошло Переделка Ну, пусть и на генном уровне Влияет же, что и соседи влияют И Это самое Опыление влияет Пусть оно даже Ну, пусть оно даже и не Не признается наукой, да И подвой влияет Вот Они Постоянно меняются Я фактически теряю некоторые сорта То есть Их никто не узнает Значит Получается, что это такой гибрид Что уже Не знаю, что с ним дальше делать Остается, как вот Сергей Алмата написал Наслаждаться Все Вот В магазинах 95% Если брать абрикосы Сливы Если брать персики Черешни Это все привозное К нам и к вам дали Вот А там В принципе Сорта Сорта выдерживаются Там На другом принципе Все основано Там наоборот Не дадут им Как бы сказать-то Чтобы они превратились в гибриды Исключить А мы люди простые Вот У нас В одних дворнязка сидит на цепи У другого Породистая собака Вот так и в садах И Откуда Взяться В магазинах К плодам Все гибриды Крастили Ну откуда Вот с чего Вдруг Она там возьмется Когда Миллионы людей Простыгдачников Будут иметь В себя Такие Урожаи Как сейчас Урожаи Вот мы вспомнили Там Бакарова Или там Мезина Валек Вот Все лишнее Понесут на рынок И вот там Будет большинство Гибридных Именно гибридных Почему Потому что У Нормальных Как бы их назвать Чисто Генетических Сортов В России Нет будущего Или ты Приспосабливайся Где-то Чуть-чуть Становясь Примеем Где-то Засучили Рукава В растительном Поколении Чтобы сохранить Качество Вот И то Будет ли гибрид Севенцевый И тот Будет гибрид Но уже Примитый Вот И это Будут гибриды Но это Тогда Когда Миллионок Садов Будет Миллионы Знаете Как На вишне Одна Есть причин Я ее называю Чуть-то Не главный Это Деградация Вишневых Садов Когда-то Где-то Мы далеки От науки Наука Нам не Поставляет Миллионы Миссаженцев Поставляет Значит С юга Значит Замерзнет А Наука Своя Этим Не занимается Практически И вот Получается В деревню Попала Когда-то С 50 лет Назад 200 лет Назад Даже 10 лет Назад Попала Вишня Прошло Время Они Скорее Корневой Отводок Ох Как они Прекрасно Плодоносят И растут Быстро И плодоношение На 34-й год И вот Она покрылась Плодами Но она еще И дала Отводки Сосед Выкопал Посадил Вот Вся деревня Геометрическая Подвесня Начали Немного Немного Намбах Вся деревня В соседней Повезли Эти же Саренцы Корневой Отводки Все Родственники Проходит Время Начинается Деградация Никто Этого Не знает Не понимает И не делает Ничего Вот А гибридная Это значит Вы возьмите Я допустим Несколько тысяч Костик Этих самых Сибирских Вишенто Заготовил Вот вы их Везде По всей Европейской России Где погибли Вишневой Сады Или Доживаясь Слове Больные Несчастные Изуродованы Секаторами Вот вы туда А я приведу Примеры Под названием Чистая Кровь Не чистая Свежая Кровь Да Свежая Надо Повторить Будет Эту Самую Лекцию Но это В другой Раз А пока Будет Так Нет Гибридных Растений И не Будет В ближайшие Десяти Лет Нам Никто Не Да Не Даст Простор Нам Любителям Вот Не Макарову Не Потом Каблетенкова Сорошенького Тенкова Да и нам Тоже Не Филиппеву Не Тотарову Не Чернобаеву Не мне Никому Знаете Как Чернобаеву Это латище Надо научить Это Заставить Работ Спецназ Отобрать Кисть Картины Запретить Ездить На рыбалку Сказать Вот Будешь Выращивать Деревья Прости Бог Так Это Ладно Но А заинтересованности Никакой Нет Все Понятно Виктор Брек Если Прокомментируете Такую Ситуацию Кабус Сеян Селес И сбрасывает Листа Ух ты Начинается Рост новых Побегов И так Только У одного Дерева Новые Побеги Не вымерзают Зимой Так А у вас это Дерево неправильное Смотрите Да У вас сеянет Серешня Но у этого сеянца Есть папа Мама Дедушка Бабушка Так Скорее всего Произошло Нормальное Настоящее Опыление По принципу Не близко Родственное А дальнее Родственное А дальше Получается Как оно случается У дальних Родственников Это и у людей У собак У лошадей У кого хочешь Всегда Получается Одни Ну Генетику Вспоминать Сами знаете Неприятно Вспоминать Знаете Почему я Да из-за этих Как мы их называем Мы называем это Родовые болезни Да Вот Одни болезни Накладываются Друг на друга И вот получается Человек еще не родился Ой Не хочу Эту тему Вы поняли Мой намек Да Все Пойдем дальше Борис Винокоров На какой год Начинают плодить Сенцы Китайских Фир Четвертый Пятый год Друзья Садоводы Лайки Комментарии Любят Ютуб Комментируйте Вебинары Никто не ставит Ставьте лайки Так мы повесим Рейтинг Вебинары Обретем еще Больше Очень довольны Вот Ватсап Чатом Уже много Разослало Выложено Объявление Отжили Спасибо Татьяна Вы настоящая Подруга Моевая Спасибо Весит Да Вот Перекопанная Перекопал Почву Как было написано Вот Молодец Сергей Это он Оказывается Все равно Написал Радис Два метра От дерева Это диаметр Это диаметр 4 метра Представляете 10-15 метров Квадрат Копать А иначе дерево Будет дико А вот Скопать Извечить Почву Порезать Червей Уничтожить Северацию Вентиляции Канализацию Тогда Культурная Да Тогда Культурная Так Даня Написала Возможно ли Безвиды Канализация Сильца С помощью Прививки Сближением Например Вишни С плодовым Растением Из тропика Для придания Моростоки Нет Раз из тропика То наоборот Моростоки Падать будет Вот И потом Смотря К этим растениям Вы знаете Она просто Вот Некоторое воздействие Всегда может быть Вот Ну конечно Вишня Желательно С вишней Но у нее Есть родственники Любая Косточка Культуры Хоть чуть-чуть Родня Вишни Любая Косточка Слива Абрикос Персик Вот Все это Растение Вот Если вы Их Имейте ввиду Ну почему С тропиком Почему Обязательно С тропиком Вот Тогда Не придаст Моростоки Наоборот Убавит Моростоки Мы стараемся Совместить их так Чтобы Моростоки Повысилось Вопрос Семножко Некорректный Так Кажется Никто больше Ничего не пишет Все Все выдохлись Прошло Три часа Почти Давайте будем Заканчивать Значит Вот то Что мне Татьяна Федосеева Предложила Лайк ставить Я предлагаю Заказывать Показывать У меня Семечки Косточки И прочее И прочее Черенки И так далее Почему Они тоже За нас Не вырастят Вы видели Эти саженцы Это страшная Вещь Проклятие Современного Садоводства Ненавидят Сучки Вырезают За подлесос Там Колесо Дерево Вот спасение Вот это Так случайно Подвернулось Под руку Вот Видите Вот и Подлесшая Вещь Миллионы Продают Вот так Миллион За миллионов И все Мертвые 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 Никто Вопросов Не задает Обидно Страшно Вот Этого Никто Не знает Вот она Генетика Настоящая Генетика Вот Помните Этого Самого То ли Медведева То ли Исакова Выпускница Миразики Железов То металлург Он не генетик А вы Валерий А Моему брату А ваш Брат Железов Генетику Знает Ну Наверное На уровне Академиков Я ее не знаю Но Разве Это генетика Отрезать Медвижный Эскелетный Это есть Генетика Искусственная Кромная Да еще Такая Чтобы Это все Замерзло Сгорать Все Друзья Закачиваем Заказывайте Семечки Заказывайте Косочки Заказывайте Семечки Еще Настолько Легко Все это Делается Я на тот Дельфин Хочу Посвятить У меня тут Проблема С южанами Может быть На юге Все что я говорю Не пойдет Может быть Вот Но Знаете Как Хотелось бы То есть Компромиссы Надо искать С югом Вот Вот это То что здесь Оно и до юга Не годится Я говорю Вот это Замерзнет В средней полосе России Изувечено Тут 20-30 стран А на юге Может быть Так тепло Что оно И не замерзнет А я считаю Что все На дерево Обречено Физика Есть Поднять На ревсиметр Влагу Вот Я так Хочу Чтобы Человек Посмотрел Мое кино Вебинар Этот И Через год Два Сообщил Да все Прекрасно Все Плода И вот Этот хеленький штаб Как он Можешь это выдержит Помните Эту западную Украину Городская область Я не о политике Не что Девушка По имени Дана Амрикос Там Молодой Пельсик Молодый Лет 10 170 Как здесь Это будет Держать Я не понимаю Эти 170 Все Друзья На сегодня Достаточно Впереди Юбилейный 200 Мебинар Я с вами Прощаюсь На неделю Надеюсь Что мы Не расстались С вами До свидания Субтитры